Как изменялась Вера Брежнева? Веру Брежневу не раз признавали самой красивой и сексуальной женщиной. Она успешна, привлекательна, любима. Сейчас у певицы есть все, о чем только можно мечтать. Дети, любимый муж, работа, которая приносит удовольствие, ну и верные поклонники. Сегодня за страницей Веры в Инстаграм следит более 9,5 миллионов фолловеров. Жизнь удалась. Но так было не всегда. Какой Вера Брежнева была до самого значительного периода в своей жизни? Во времена Виагры. И как артистка менялась после ухода из коллектива? Виагра – это вокально-инструментальный ансамбль «гра». С украинского языка переводится «игра». Поэтому это не Виагра, а Виа-гра. Сейчас Вера Брежнева уже более спокойно говорит о своем детстве, которое было нелегким. Будущая звезда родилась в Днепродзержинске в обычной семье. У отца Веры была инвалидность после автокатастрофы, а мама работала уборщицей. Поэтому семья едва сводила концы с концами. Довольно в раннем возрасте Вере и ее сестрам пришлось идти на работу, чтобы хоть как-то помочь родителям. В свое время Вера даже работала посудомойкой в кафе. Красавицы и певицу в то время также было сложно назвать. Вера Галушка – настоящая фамилия певицы. Носила очки, коротко стригла волосы, а из-за комплексов, связанных с маленькой грудью, носила мешковатую бесформенную одежду. Неудивительно, что в школе одноклассники дразнили будущую звезду. А дальше была Виагра, которая в корне изменила ее жизнь. В ноябре 2002 года Вера пришла на кастинг. Даже маленький ребенок, тогда первой дочери певицы Соне было всего один год, не помешал сделать первый шаг к успеху. И уже в январе 2003 года певица была в составе самого сексуального коллектива страны, заменив певицу Алену Винницкую. В этот период Вера изменилась до неузнаваемости. Девушка отрастила волосы, сделала операцию на глаза, избавившись от очков, стала сексуальной, раскрепощенной и уверенной в себе. Даже одноклассники сперва не узнали в певице ту Веру Галушку, над которой они издевались в школе. В группе Вера была более четырех лет. И за это время успела завоевать статус одной из самых сексуальных женщин страны. И неудивительно, ведь в клипах певица танцевала в соблазнительных мини-нарядах и даже в бикини, но и на светских мероприятиях она не изменяла стилю коллектива. Съемки для мужских глянцев, откровенные клипы, концерты, гастроли, жизнь Веры завертелась. Однако в 2007 году неожиданно для многих Вера сообщила о своем уходе из коллектива. И уже через год она зарекомендовала себя как сольная певица, выпустив первый клип «Я не играю». Дальше следовали клип «Нирвана», съемки в фильме «Любовь в большом городе» и рождение второго ребенка своему супругу, украинскому бизнесмену Михаилу Киперману. Она родила дочь Сару. Теперь певица одевалась более сдержанно. В клипах не была той открытой сексуальности, которую артистка демонстрировала в Виагре. И она научилась покорять слушателей своей женственностью. Со временем певица научилась совмещать разные стили. Она не боится экспериментировать над своей внешностью, примеряя накладные парики с темными волосами. Вера Брежнева сегодня может быть разной в спортивной одежде, в кэжуал-стиле, в сексуальных платьях, в сдержанных и женственных нарядах. И даже простые джинсы и футболку она может обыграть и выглядеть при этом очень стильно. В 2015 году состоялось еще одно важное событие в жизни певицы. Она тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Многие фолловеры были против этого брака и очень осуждали певицу. Свадьба состоялась в Италии в окружении самых близких людей. И хотя после этого стиль певицы стал еще более женственным, она до сих пор не упускает возможности подчеркнуть свою сексуальность и бунтарство в душе. Летом 2017 певица решилась на кардинальные перемены во внешности. Впервые за долгие годы она обрезала волосы. Но это была не та короткая и невзрачная стрижка, какая была у нее в юности. Теперь Вере сделали стильную прическу и вскоре после этого все согласились, что новый образ очень идет ей. Сейчас Вера выбирает самые стильные наряды, следит за течениями в мире моды и смело экспериментирует со своим гардеробом. И у нее это, надо сказать, отлично получается. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. А также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видеоканалах. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok